Итак, кто меня не знает, я немножко представлюсь так, а я сделаю, наверное, хитрее. Я надеюсь, не завалится это все с точки зрения зума. Вот, я сделаю вот так. Ну, великолепно. Итак, разработка REST-у веб-сервиса на Java. Немножко представляюсь. Вот, да, красиво это все написано, нарисовано. Вот, небольшой стек, которым я пользуюсь, один из, и этого пока достаточно в практической разработке. Что мы рассматриваем? Понятия нет, я все-таки, ребята, немножко, ну да ладно, пускай будет. Понятия REST, ограничения архитектуры REST-у веб-сервисе, ну и особенности REST-а и HAL-моделл. Так, понятия REST. Ну, каждый из вас читал, зря нам тут нарисовали, ну да ладно, нарисовали, пусть будет так. Каждый из вас читал, уже сталкивался в Representational State Transfer, архитектурный стиль, какой-то набор правил. Да, как всегда мы с вами понимаем, что, а кто-то ввел, какие правила предоставлены, кто-то вообще придумал. И как, в принципе, на своих уроках, да, я еще не сказал, прошу прощения о том, что преподаю в компьютерной школе Гилель, ломаюсь очень, на своих занятиях пытаюсь, по крайней мере, выяснить, а кто автор и зачем это нужно было, какие концепции. Потому что вы прекрасно понимаете, в любой области знаний, неважно, это компьютерные науки, медицина, авиация, без разницы, есть авторы каких-то концепций. То ли они умерли, эти концепции, то ли они подхвачены сообществом или же корпорацией. Но в данном случае мы знаем из открытых источников, был введен Роем Филдингом, создателем HTTP, да, оказывается, откуда это все и какая последовательность концепции. И вот он создал, предложил. И был научный труд ему. Биссертация архитектурных стилей, дизайн сетевых программных архитектурных. То есть он какую-то теоретическую основу подводил, и вот что какие-то взаимодействия клиентов, серверов, передача представительного состояния. Вообще, по большому счету, мы когда что-то там запрашиваем, что-то отдают нам эти самые сервера, а вообще паутина, из чего она вообще состоит? Наверное, какие-то машины? Да, мое представление, есть машины, есть программное обеспечение, вот передача, раз она паутина, раз связана в сети какие-то. Передача какого-то состояния, передача чего-то. А чего? Давайте посмотрим. Какие-то есть ограничения архитектуры REST. Стоп. Самое интересное, когда смотришь непереводные источники, там constraint, ограничения, условия. То есть, если мы говорим о веб-серверах, веб-сервисах, да, это более широкое понятие, чем у нас там REST веб-сервисах, но как вообще должно чему-то, какому-то постулату, каким-то критериям соответствовать? В данном случае выдвинуты были такие ограничения, как унифицированный или единый интерфейс, модель клиенцирования, отсутствие состояния кеширования многоуровня системы код по запросу. Хорошо. Немножко посмотрим. Проведем обзор. Унифицированный единый интерфейс. То есть, должны выбрать API-интерфейс для ресурсов. Тут мы упоминаем уже термин ресурс. Кто должен выбрать? Да, когда мы проектируем? Да, один из моментов, который можно рассматривать. А вот мы проектируем какую-то систему. Часто и густо задаются вопросы, а как с чего начать и что делать? Мы сперва что-то проектируем. Ресурс в системе должен иметь только один логический УРИ. Что такое УРИ? Унифицированный идентификатор. Мы также немножко коснемся рассмотра. Каждый контент считается ресурсом. Стоп, а вот тут уже интересная вещь. То есть, то, что вы запрашиваете, пишете в поиске, в поисковой строке, в данном случае браузера, так же, как я получал ссылку на эту конференцию, это, по сути дела, мы будем рассматривать ее как на какой-то ресурс. Неважно, это будет видео, аудио, без разницы или просто текст. Ну и в мире объектно-ориентированного программирования, это объект. Ресурс аналогичен объектом. Вот такие вот интересные были постулаты в довольно-таки авторитетных источниках. Ну и в чем виде, в каком виде представлены ресурсы, я уже проговорил это. Тут можно расширить эту тематику, кроме текстовых файлов, страниц, изображений и прочее, прочее. Состояние ресурса. Тут интересным поступает следующая ситуация. Конкретный момент времени, как представление ресурса. Когда вы нажимаете, вводите в адресную строку «Дай мне что-то», вот на этот момент ресурс имеет какое-то состояние. Данные, какие-то метаданные, описывающие данные и гипер-медиа ссылки. То есть определенная какая-то навигация к другим ресурсам, к другому состоянию. Гипер-медиа. Пармадан. Итак, мы пытаемся запомнить с вами каким-то, при помощи какого-то ассоциативного блока. Какое-то и что это? То есть медиа тип. Медиа тип. Медиа тип. Малтипиуперс интернет-майл экстеншнс. Стандарт. Стандарт. Когда вы подыскиваете что-то, изучаете, пытаетесь разобраться в какой-то документации. Тут я проронил слово «документация». Вы сразу думаете, а что это? Стандарт, спецификация, документация, набор правил. В данном случае стандарт. Есть ли стандарт? А кто его стандартизировал? Кто? Сказал, что это стандарт. Ну, в данном случае у нас есть ссылочка, которую вы можете свободно зайти и просмотреть. Вот определенная спецификация. И что мы смотрим? А кто? Что значит кто? Юридическое или физическое лицо? А вот в данном случае организация. Интернет и саймс, номер, авторитет. То есть организация, ответственная за все официально признанные мемтипы. Ага. И список мемтипов мы можем посмотреть. Там множество. Множество этих мемтипов. То есть мы смотрим не только. Даже я попытаюсь это быстро все вам показать. Кто-то красиво мне тут нарисовал. Прекрасно. Вот. Признайтесь, кто тут нарисовал. А мы сейчас попытаемся это посмотреть. Даже смотрите расширение и пистичь хмл. А вот какая ситуация. Вот сколько всего этого. Хорошо. Давайте посмотрим. И тут у нас большущий список всевозможных мемтипов. Да. Все мы не будем использовать. Есть специфические какие-то. Есть которые нам нужны. Которые мы вообще даже не знаем. Они нам не нужны. Но вот такая вот ситуация. Есть мемтипы. И самое интересное. Обратите внимание, когда апдейтированы. Это вообще тоже интересно бывает. Что-то. Она не умерла. Нет, не умерла. Вот развивается. Ну, хорошо. Так. Давайте дальше мы посмотрим. Ури. Униформ ресурса идентифайер. Унифицированный идентификатор ресурса. А что это? Последовательный символ. Формат. А, последовательный символ. Тогда задаемся вопросом. В каком формате? Ну, в данном случае у нас получается формат. Протокол. Какое-то имя сервиса. Тип ресурса и ID ресурса. Типы URI. Насколько я копал в свое время. Пытался понять. А вообще как это? Что? В данном случае у нас могут быть типы UR и UR. UR мы часто можем услышать. Давайте посмотрим. Попытаемся немножко разобраться. Униформ ресурс name. Универсальное имя ресурса. Так, ребята. Подскажите мне, пожалуйста. Как вот это все вытирается. Вот кто-то так красиво. Знаете, как зеленкой облил. Вот бывает такое. Самое интересное. В этих самых редакторах всевозможных. Там резиночка есть вытирается. Или тот, кто это сделал. Вы вытирайте. Потому что когда код будем рассматривать, я думаю, может быть, просто-напросто перекрывать это все будет. Так. И постоянно спрашиваю, как на занятиях спрашиваю. Меня слышно? Слышно-слышно-слышно. Да, слышно. А это кто-то признался, что он покрасил. Так. Унифицированное имя ресурса. Имя. У меня должен быть ресурс. Как я его должен вызвать? Людей вызываем. Посмотрим. Именование. То есть не всегда указывает урн, где найти ресурс. Ну, шаблоны определенные используются для идентификации. Идентифицируем по чем? По имени. Хорошо. Так. Что он не хочет? Чтобы я не перескочил. Схема. Да, это очень общее понятие. Он обычно имеет профикцион. То есть есть определенный, например, международный стандарт. Ну, и всякий раз, когда идентифицируют документ, преобразуется в урл-адрес. Да, вы можете найти очень многие источники, когда есть более продвинутые ресурсы, рассказывают, да, урл это вот это, урл может что-то еще рассматривать, что урл это включать в себя. Но нам пока достаточно понимать, что такое урл, что такое урл-адрес. Урл – униформ ресурс локетер. То есть ничего особенного. Я тут не скажу, но тем не менее у нас есть какой-то протокол. И по протоколу мы что-то пытаемся запросить. То есть информацию, ресурсы и его местоположение. Здесь локетер. Начинается с протокола FTP – файл-трансфер протокол. По этому протоколу мы можем что-то забросить, снять какие-то ресурсы. Иногда я так при помощи FTP-клиента забрасываю с локальной своей машины на машину, на сервер, на sharing hosting, забрасываю то, что я прорабатываю. Здесь просто-напросто HTTP вырву. Айпл-трансфер протокол. Хорошо. Ресурс урл – ресурс, урл – путь. Не зависит уровень, где хранятся данные, но указывает на конкретное место. Похоже, но служит разным целям. То, что, в принципе, мы на занятиях с ребятами рассматриваем. И для чего? Обеспечить единый интерфейс и необходимо идентификация ресурсов. Манипуляция ресурсами через какие-то представления. Хорошо. Сообщение самоописания. То есть, ага, подождите, каждое представление, представление чего? Ресурсов. То есть, он себя самопредставляет. Должно самоописываться. И еще интересная штука, такая как Hypermedia is the engine of application state. То есть, Hypermedia как движок состояния приложения. Рассматривается так, как действительно ATOS придает значение архитектуре RESTful, она действительно RESTful, когда есть ATOS. Модель клиент-сервера. Разделение задач. Клиентское серверное компонентом развиваться независимо друг от друга. То есть, мы какие-то отделяем проблемы пользовательского интерфейса и очищаем переносимость. Да, тут что-то у нас, когда мы сможем посмотреть, отделить презентацию бизнес-логики, или, например, а что у нас может быть клиентом? Если говорить о вебах, какая-то мордочка, слышал я на некоторых ресурсах, говорят мордочку, а что написать, нарисовать мордочку? Да, вот HTML рисовать. Хорошо, мордочку для мобайла, наверное, через Swift, Android, через Swift, например, через Java, через Kotlin, XML можно нарисовать. А что там? Где там? На сервере? Backend. Ага, мы должны разделить какие-то задачи. Отсутствие состояния. Часто и густо это рассматривается как я не должен, как сервер, помнится, держать какую-то всю информацию. А зачем она мне нужна? Я отдал, сам разбирайся. Я пришел, сдал пальто в гардеробе, в театр пошел, получил какой-то свой жетон, номерок, и не должен гардеробчик там помнить, кому он дал, что он, в каком виде. Главное, отдай. Какой-то идентификатор, возможно. Кеширование. Здесь, возможно, ответ явно и не явно может помечаться как кеширму, не кеширму. Повторно какие-то данные вы используете. Клиентское приложение может быть. Стоп, подождите, мы говорим о приложении, о какой приложении? Хронтэнк, бэкэнд, кто-то пишет просто-напросто приложение, я написал мобильное приложение. Куда он обращается к приложению, то, что на бэкэнде. Получается application to application. Многоуровневая система. Стиль многоуровневая система из иерархических каких-то слоев. То есть каждый компонент непосредственно дальше слов с каким-то с которым взаимодействует. В принципе, а зачем? Он должен выполнять свою работу какую-то. Рест многоуровневая система которая развертывает API интерфейсы. Мы можем на сервере A хранить данные на сервере B на сервер C запросы. Почему? Возможно на сервер подождите сервер C. А вот мы иногда задумаемся стоит у меня например какой-то написанный бэкэнд я купил в шерверхостинг например залил туда то ли PHP то ли Java без разницы что там залил когда я обращаюсь к СУБД какой-то да может она у меня не быть на том сервере каким-то сервисом который занимается аутентификацией авторизацией тоже не может быть на том сервере может и не быть на том сервере да то есть идет обращение в рома сервер код по забросу да может быть не обязательно но какие-то представления ресурсов загрузиться может быть и клиенты какой-то аппета чтобы рендеринг виджета какого-то странички или какого-то ресурса и подгрузить но нет у меня на клиенте каких-то возможностей веб-сервис очень прозаично рест в веб-сервисе на основе архитектуры рест ага то есть они по идее должны соответствовать каким-то критериям каким критериям constraints или ограничения мы видели средства доступа к ресурсам рест веб-сервисе через HTTP протокол ну раз человек занимался разработкой HTTP наверное он еще подумал с научной точки зрения про рест мы говорим о диссертации что интересного еще в свое время пришлось найти компоненты ну такие такой набор ресурсы глаголы запроса заголовки запроса тело запроса тело реакции и коды состояния ответа ресурсы мы не говорим ни о чем об этом вот какие-то изображения любые какие-то другие динамические данные глаголы ну тут мы знаем прекрасно request webs HTTP get post put delete но мы пытаемся выстраивать какую-то точку а что я хочу получить да у меня есть глагол а куда я его направлю на какой ресурс если говорить например вот 3 там или users 3 в данном случае как скомпонован так сидишь тут моя мышка ну да ладно курсор то иногда возможно у вас будет здесь base url или base url users а тут 3 вот endpoint заголовки header содержимому используется в HTTP запросе и не относится к содержимому да есть какие-то установленные данные данные да вот отдать текст или application json не знаю что ну да если мы работаем с форматом JSON то то что мы смотрели какие-то есть мемк типы тело запросов байт и данных сообщений ага тут всплывает еще одно у нас термин сообщения месседжи какие-то подождите то есть сервер клиент они начинают обмениться сообщениями есть у сообщений какое-то наполнение контент какая-то форма отформатированный по каким-то правилам они живут в каком-то формате передаются обмен сообщениями техники отправки реакции основная часть реакции если удалось запросить веб-сервер через запрос веб-сервер может восстановить какую-то запись в спонс коды состояния тут довольно-таки масса расписанная информация присутствует у нас коды состояния в виде цифровых значений но каждому цифровому значению соответствуют определенные текстовые сообщения их насколько я помню 5 групп и в зависимости от того что они обозначают это вы можете свободно найти но их приличное количество что значит прилично я не помню точно 30 это точно смысл не в этом это не значит что вы будете все использовать и когда вы проектируете какой-то сервис вы начинаете думать а сколько буду вообще использовать даже по статистике когда рассматривают 5-6 достаточно проверьте меня посмотрите с точки зрения кодов состояний REST API Application Programming Interface еще и REST интерфейс прикладного программирования не протокол или стандарт хотя получить доступ через протокол связи можно проектирование определенные требования и в основном да XML можно но JSON по мне так это сугубо как говорится мое субъективное мнение он более человека френдли и JavaScript Object Notation и я пересмотрел массу текстов особенно когда смотришь есть определенные статьи определенные документации особенно документации тех ресурсов которые эти API предоставляют иногда они в блоге пишут и прочитал специалистов которые формируют мощные REST сервисы вот они рассказывают вот такие правила вот такие ограничения вот такие вот необходимые какие-то установки в основном про JSON почему да встроенные методы легче работать существительные вместо глагола глагола у нас уже есть крутооперация create update подождите тут подобно тому как мы с базой данных работаем но тут немножко была ситуация то есть мы хотим получить пользователей но не просто get users нет мы хотим пользоваться мы обращаемся к коллекции какой-то юлипус множественном числе пост пост то есть 123 пост под идентификатором там 123 коды состояния ошибок обычные состояния позволяют пользователю узнать что происходит вложение то есть на конечных точках конечная точка может быть связана вкладываться друг к другу например вы можете вкладывать там посты посты авторов там какие-то комментарии внутри пост ID может быть ну тут может там 3 или 4 стоят не важно какой-то пост под каким-то идентификатором и соответствует каким-то комментариям фильтрация сортировка разбиения настроить на странице pagination то есть база данных большая какая-то да это может быть такая ситуация когда вы должны сортировать неважно вам нужно все отдавать нет возможно она настолько разрослась база данных что загружать все нет необходимости нужно все загружать попытаемся это как-то сортировать таким вот таким подобным запросом ну соответственно SSL для безопасности вот HTTPS то есть какие-то другие меры безопасности необходимы какая-то конфиденциальная связь между сервером и клиентом вот такие вещи ну в данном случае HTTPS насколько я помню там сертификат разной стоимости разных возможностей покупается вот можно использовать HTTPS запрос Secure управление версиями то есть какие-то разные версии чтобы не заставлять пользователей переходить на версии другие как это ну простейшая вещь например да вот заходит один пользователь на какую-то версию он даже не подозревает что возможно переключился на другую например у вас есть какой-то объект юзер у него имя потом юзера надо разделить имя на last name first name примеры есть классические когда можно вообще объединить эти два сконкатинировать last name first name отдать вот такой общий пример вот или же такая ситуация когда ну мобильное приложение вы разработали и дело в том что мобильное приложение само собой что представляет архивный файл который вы скачиваете разворачиваете на своем устройстве вот это хорошо если по крайней мере в андроиде в зависимости от устройства есть мобильное приложение указывается какие версии андроид поддерживается устройства нет если вы поменяли например API то вы должны рассказывать всем о том что перезагрузи перезали приложение нет если тысячи скачали соответственно возможно вы что-то меняете версию не ущемляйте своих пользователей ну и вот например такие версии вот так вот они прописываются и Hypertext Application Language интересно вещь язык гипертекстовых приложений простой формат обеспечивающий согласованный простой способ создания гиперсилата как я это в свое время понимал это как кнопки которые переключаются по-разному то есть даже не как кнопки а как направления подтянутые типа как кнопкам которые переключаются от ресурса к ресурсу и соответственно в данном случае очень интересно прописываться хотя хотя чтобы я давайте так мы сейчас перейдем тут дискуссия я наткнулся когда-то на такую дискуссию сейчас покажу первоначально у нас мертвый апс ну шо ж такое хотел показать и не получилось вот это плохая вещь а заходил туда а это говорит о чем возможно да кстати на вот этот вот ресурс не всегда быстро заходишь такое бывает дело в том что в этом ресурсе могут архивироваться у меня вообще интернет работает вообще интересно так ребята слышно не слышно мы же слышим да слышим можете кстати попробовать можете кстати в пен попробовать мне так плохо стало не хочу работает зум и слава богу вы слышите я еще доволен вот как знаете как в том анекдоте я рассказываю всегда на занятиях папа разработчик работает сынок подходит говорит папа подожди не мешай папа не мешай сынок подходит уже через несколько часов пап что такое солнце встало и что и село ты проверил точно ничего не трогает так и здесь так кстати он по-моему запустился ребята вот чем дело вот-вот-вот не буду вообще ничего трогать единственное что когда смотришь во-первых набра ага вот-вот что я хотел уберем двенадцатый год двенадцатый год и господин келли по-моему статья его есть неплохая вот он прописал вот эти вот все типа стандарты так что тут зачем links self что такое может быть еще самое интересное потом наткнулся я на статью говорит а есть что-то новое сейчас мы попитаем о теперь смотрите самое интересное working draft ага сижу и думаю если мне предлагают какие-то стандарты кто этим занимается или сообщество или организация корпоративная как я дальше что я буду дальше это делать пользоваться стандартами двенадцатого года или оно будет разрабатываться но сегодня оно модерн но и тут ага предложено что-то там предложили ой мне как подождите last updated 3 марта 21 года наверное они что-то лучше поддерживают да тут больше копается в rest самому независимо от языка они есть ограничения какая разница можете на PHP на Python написать без разницы хорошо и вот это интересная вещь посмотрели что-то они там делают что-то они там запрещают не запрещают вот потому что приходится честно говоря следить за документацией за тенденциями какие они вообще сложились может завтра скажут это крамова это все плохо давайте по другим по другому делу так же как немножко дальше отвлекусь как бы в сторону отойду есть rest а есть graph QL немножко другая область ну вот запросы ресурсов наверное они хотят запросы через запросы определенные получить какие-то ресурсы насколько я читал по graph QL там централизованный запрос rest он не централизованный ну в общем кто больше соображает покопайтесь посмотрите можете возразить ну нам пока достаточно с rest разобраться концепции ресурсы ссылки для создания IP интерфейса клиенты перемещаются по ресурсам переходя по ссылкам там можем кнопки нажимать что значит кнопки но у нас никакой UI нет графического а значит какие-то ссылки ресурсы вот статье было интересно прописано и с разных источников ресурс имеет ссылки на уль встроенные ресурсы имберить содержащиеся в них ага мы это посмотрим и состояние данные джессон или xml джессон ссылки цель отношения рау релэйшн я так это понятно то есть какие-то ссылки соответствуют какой-то реляции ну и несколько других какие-то необязательных то есть какие могут быть устаревая может устарел ресурс какие-то согласования контент прочь это у нас все с теоретической частью и ребята вопросы что смогу быстро отвечу что нет не отвечу так к практике идем да да двигаемся итак ну что ж я попытаюсь представить свое соображение того что я тут натворил значит ну во первых что мне нужно я подготовил определенный так вот это мне начинает немножко вы вот эти вот почерки графику видите на экране или нет да да вот не знаю как вытереть попробуйте выключить демонстрацию а что сделать выключить и включить демонстрацию я думаю поможет я боюсь вообще вылететь из демонстрации я так понял Артур подсоединился вот давайте так я буду прокручивать уже экран увеличивать хорошо понимаете в пейнте вытер это все кто-то бессовестно это кто-то очень бессовестно затереть или же или же помочь приукрасить нет я буду хорошо думать и люди помочь приукрасить и так давайте тогда уже не тратить время зря три проекта который пляшет вокруг одного этого сижу и думаю у меня есть какой-то склад я собираюсь там что-то делать растапе Spring Boot демо-приложение так сижу я хочу создать какой-то RESTL сервис буду я сильно делать это все ручками нет у меня есть Spring Framework у меня есть возможность быстро сформировать этот самый проект и значит смотрите ситуация какова есть база данных я рассказывал кто уже прошел курс я поговорил о том что это за база данных самое интересное написано насколько помню на Java в учебных целях она очень сильно используется вот она какая хорошая быстро работает и понятно не база данных нет базы данных создаем мы сами при помощи какой-то Sub-ed подождите правильно Database Engine но сегодня не об этом сегодня немножко другого почему боюсь переключать всевозможное включить выключить трансляции тут мало ли вылетит интернет а я не хочу потерять нить разговора и вас дискомфорт прописано что такое база данных все прекрасно хорошо есть такая интересная штука как инициализатор вот так можно сделать заходим можно сформировать что-то maven project java всегда смотрю что тут есть какие версии вот мы с ребятами рассматривали на занятиях было 2271 уже 272 вот мы будем стабильной версии пользоваться что здесь как я собираюсь сделать проект да все просто у меня есть какой-то группу айдичник какой-то домен вот ладно сейчас я попытаюсь его что-то сделать я выбираю проект моем project sprint будет 272 может завтра появится 273 или вообще 3 будет и метод но я хочу добавить можно и не добавлять но мне так хочется добавить чтобы оно полностью было а почему конечно же вы будете что-то добавлять может быть домен вашей компании или ваш собственный домен это без разницы далее следующая ситуация что я делаю warehouse с вашего разрешения некоторые вещи дабы не тратить ваше время я просто-напросто буду копипастить копипаст хорош в меру просто-напросто поставлю один у меня уже здесь поставлю один-один гениальнейший яд замаскировался здесь можно описать что-то вот джарник оставляем можно 18 17 8 11 17 почему так long term 8 11 17 да кстати ребята по-моему там что-то с 19 уже было как бы она не вышла но долгоподдерживаемые дальние промежуточные да бить бога пускай так с этой частью разобрались что это у нас такое spring initializer вот так они его обозвали то есть я стартую как-то и формирую пакет чтобы ручками это все не набирало и dependencies слава у нас есть какой-то сборщик проект данных и сборщик проект в большей степени java проект я видел maven в android проект gradle однозначно только он стоит google говорит но java проект и gradle используют да есть еще другие но maven gradle хорошо я добавляю в зависимости зачем мне тянуть пекарню если я завишу пекарню я просто напрямую какие-то зависимости а какие чтобы не сильно запутаться у меня есть springweb dpa по хранению чего-то данных базу данных и вот это я хочу подтянуть я же хочу с разом разобраться хорошо и я начинаю встать ага у меня есть springweb у меня есть что у меня еще должно быть теперь это у нас относительно хранения я сейчас не буду сильно заняться web смотрите graphql упоминал я вот там целые холивары можно найти graphql или rest вот по-моему она это facebook этот проект проверьте меня разгоняет а вот смотрите в разделе web у нас это так это тоже я но мне это маловато я могу удалить но я пока не не нужно удалять дальше дальше хочу работать с какой-то с какой-то сущностью просистен с хранением вот с убд и вот оно что это такое но это прекрасно с какой конкретно с убд ну и тут мы сможем с вами опять же раздел web нам не не трогаем не трогаем не трогаем и сквель самое интересное цикл и сквель структурированный язык запросов вот они в этот раздел положили а никто вот спринг фреймворк и вот ребята которые это все нам предоставляют по созданию быстрому значит быстрому первоначальному формированию проекта вот так и вот мы добавим 4 нам достаточно 4 ничего ли мы не забыли мои шпаргалки да ничего проверяем можем там экспорт и падает у меня здесь этот проект зиповский первоначальный захожу загрузки я его просто распакую и просто-напросто переброшу в ту папочку которую я хочу а что у него там да вот проживался хода сарси ничего нет только какой-то стартовый смотрите сформировался по сути дела сформировалась у меня здесь самый пакет соответственно моему файл и вот файл давайте-ка все-таки брошу его скопировать и зайду прямо поставлю вебинар вот сюда вот сюда его гениальнейшая моя мысль появилась здесь сейчас буду верить конечно поверю и не в виндоу распакую ну давай собирайся так ребята еще вопрос чтобы я не тратил ваше время ручками набирать код или не надо потому что я думаю тут мы с вами собрались я буду просто показывать могу показать код но заново ручками я набирать не буду или набирать все-таки ручками давайте таким образом наверно скидывайте так а что делать не набирать не набирать да это я думаю ну это это глупая трата вашего времени просто так он gpa бали меня там подтянут плагин но сейчас ресурс так все собрался слава богу gradual проект почему-то собирался дольше вот что собой представляет да вот у меня вот мой голый и мои действия мои действия дальше так иди сюда я высох семейный помыть см я уже говорил всегда на курсе говорю это приложение какой-то проект не хотите поучаствовать хочу покажите конфигурационный файл я оценю тогда свои север конфигурационном файле я сейчас возьму этот голый проект я вижу какие библиотеки подтянуты а вдруг есть библиотека которой я вообще не знаю понятия не имею как с ней работать я должен что-то делать ну и возможно можно можно зайти посмотреть что же это за библиотека с документацией возможно она настолько сложна что ее надо будет 3-4 недели изучать и быстро с наскоком не получится потому что у меня был случай когда необходимо было пофиксить кое-что за 2 дня но там библиотека со стримингом видео пришлось выискивать именно и здесь вот наши зависимости что еще нужно да ничего мне больше не нужно мне достаточно это все с точки зрения SRC у меня есть main java и все на этом вот мой вот мой стартовый стартовый класс самая интересная application почему да на верхушке дерево по сути дела находится то есть какой-то вот даже когда меня в свое время учили когда я просматривал ресурсы а что такое за application это определенная верхушка графа вот так даже когда ваши данные или требования каких-то сущностей которые живут внутри вашего приложения начинают дергаться именно стартуют с этой точки хорошо вот это голод что тут импортируется а вот и что у нас у нас все прописано Spring Boot Spring Boot присутствует какая-то транзитивная зависимость если даже что-то мне нужно будет не всегда необходимо подтягивать все как зависимость возможно Spring Boot это подтягивает дальше вообще это безграничная документация которые можно годами читать смотреть отслеживать смотреть на версии а вдруг какой-то аппи какое-то название класса уже все деприкейт деприкейт вообще с ремунгом может мое уже старое приложение не сможет работать хорошо это философия все больше мне ничего нету посмотрели мы мне больше пока ничего не надо но я сейчас немножко покажу что-то я тут начудил а что начудил я начудил Enstube так сущность вот так я обозвал свой проект я начинаю дописывать ну во первых я взял хочу чтобы не вываливался у меня этот самый парк когда я буду запускать приложение будет вываливаться банан я хочу его видеть в консоли я хочу немножко да кстати когда обновился до новой идеи вот что-то оно тут мне подсказывает что аске не то надо бывает чудеса уиды так ребята вам эти волоски не мешают видно все да все видно нормально все видно good good да вот пожалуйста через билдер собираем и тут я приписал что app running если у меня будут вываливаться дальше работать приложение после того как app running значит что-то где-то я начудил бывают такие вещи когда что когда бывает не пропишешь какую-то какую-то аннотацию быстро срабатывает а я не вижу ни сервиса там ни репозитория хорошо дальше что контроллер я разбросал это все по архетипам вот и вот такое интересное и переработанное приложение что у меня здесь продакт я не использовал ломбок вот хотите используйте хотите нет кстати наткнулся одну статью не помню где ломбок GPBody может там как-то поссориться что такое проект ломбок это когда мне гетересеттер не надо прописывать все под капотом уже прописано о чем дело так значит что здесь у нас я начну сейчас плясать вокруг сущности такой как товар она придумала так подождите я тут хочу мало того что REST прописать я хочу еще записать что-то в базу данных не зря же я там ее делал вот и у меня здесь таблица имя ага аннотации здравствуй аннотации куда мы в свое время учили аннотации с ребятами я говорю ребята а вот есть какие-то кастом и многие библиотеки по сути дела прописываются через кастом аннотации что у меня тут есть у меня тут куча всего да вот и бия тут подтянет им им антики и тейбл и всевозможные аннотации ну поскольку там поставила звездочку куча куча всего не всегда это айс почему возможно я подтянул из этого пространства имен все то что нужно и что не нужно ну да ладно поборолся немножко седые она мне все равно вернула звездочку ладно хорошо до этого мы доберемся вот хорошо автогенерация у меня есть вот моя что это такое сущность которая должна соответствовать моей таблице хорошо давайте дальше посмотрим что здесь интересного еще самое интересное есть одичники с ними стоп что значит стоп ну какая-то числовое наличие здесь квота квота может быть как минус так и плюс ага которая обслуживает по сути дела продам далее не забываем о ритме прописал продакт квота теперь это та сердцевина с которой я работаю а что у меня работает с слой дау или тот слой который знает куда обратиться к какому-то хранилищу в данном случае что предлагается документации что предлагается в разработке это репозиторий репозиторий но в этом репозитории есть под капотом осмотром документации определенные методы которые не обязательно явно прописывать в данном случае здесь прописаны методы при помощи вот аннотации query а это у нас query и для чего это модификация транзакционная что я делаю со своим складом да закупаю и продаю то есть приход уход назвал я так кастомно свои методы buy купить закупить и sell продать гениальнейшим в чем отличаются вот эти все запросы да вот тут только минус когда продал и плюс когда я закупил первые у меня параметры и второе все особо никакого различия нет хорошо нам пока достаточно далее ну это сущность которая у нас работает поназал я продакт репозиторий почему да если я расширю до большего количества моделей всевозможных может у меня будет warehouse у меня может быть работники какие-то или еще что-то но я пока обрабатываю доменную область такую по продукту я назвал продакт репозиторий не будем все смешивать не надо этого дальше точка какая сервис в данном случае сервис у меня где может сосредоточено быть какая-то логика то есть закупаю что-то там смотрю по идентификатору вот у меня удаляю подождите удалей то есть я начинаю преследовать какие-то по схеме крут операций прочитать рид все рид по идишнику ребята здесь вот вот рид по идишнику да не забываем прописать что сервис не прописали выбросить нас вот что здесь авто вар то есть я могу просто-напросто как инъекции есть пользу репозиторию хорошая вещь авто смотрим вот у меня получается аннотация где я могу здесь велик фреймверк на тонн меньше работы больше результатов хорошо здесь у меня сохранить сейф продакт назвал я сейф можете назвать сейф просто единственное что все-таки как-то с неймингом тоже подружиться необходимо чтобы когда уже уставший вы будете то видеть что что вы сохраняете вот не унифицировать все-таки название ладно здесь у меня и что мне возвращать здесь у меня по сути дела я сохранил продукт зачем возвращать да вот в рест я что-то сделал я добавил ресурс и он по сути дела он мне должен вернуть другое состояние представить какое-то трансформированное состояние вот это мы начинаем representational state транс то есть я какое-то состояние передаю ну и сущность работаю сущностью продать вот закупил продал вот со склада торгую дальше а как обратиться как вот надо сделать так чтобы как вообще работать с этой программой моей обращаться ну у нас есть контроллер а вот контроллер контроллер интернет немного пропадает контроллер у меня присутствует базовая какая-то то есть контроллер меня есть есть продукт обращаясь к сущностям каким-то продукт и опять автовая у меня и меня здесь присутствует пост мэппинг пут мэппинг да все у меня получается spring framework вот это вот аннотация чему да аналогично этим запросам глаголом степить бед что я делаю да по сути дело какую-то коллекцию получаю запросы запросов сущности здесь по идишнику то есть я встраиваю выстраиваю подождите что я делаю я просто напросто просто напросто есть аппи когда я захочу мне аппорт теснище когда запущу я буду просто напросто тестировать аппи при помощи пост выстраивал такие вещи и у меня в контроллере просто написано вот это и у меня будет склад дэвотца от моей машины потому что я на локальном на локальном машине все это тестируем и будет складываться какие-то запросы контроллер по сути дела как запросы мне будут формировать это все но для каждого отдельного ресурса у меня будет выстраиваться определенный запрос определенный end point хорошо здесь пост мэппинг пост я создаю я назвал я могу назвать сейв без разницы я хотел создать create продукт почему крит пускай пускай так называется и в данном случае набор от этих методов если их просто-напросто взять их читаться и дело они как вот читать что-то английский строку что каждый чего делать определенная цепочка определенная цепочка и в соответствии с тому какой запрос я даю здесь вот интересно будет ситуация какова когда именно пэтч когда мы будем покупать баймс я его так назвал вот не хочу гугл писать это закупки раз мне надо там поставить существительные и желательно множественное число пускай будет баймс я придумал тут чейз неважно вот хорошо сэллинс ну тут если смотреться по сути дела в ход громадных каких-то различий нет есть патфу раму которая подстраивается как я не знаю какую там 3 4 5 50 без разницы ну вот мне код я именно закупаю и продаю по определенной какой-то путь и удаляю удаляю поедишнику потому что желательно пойдешь да если вы хотите удалить не поедишнику а удалить несколько по сути дела стыковка когда формируешь именно рез запрос параллельно еще думаешь о круто операциях что будет выстраиваться здесь очень просто убивается то есть удаляется просто-напросто один какой-то рисунок поедишнику если вы хотите удалить все то что именуется одинаково go at поставьте пожалуйста тогда не айдишник поставьте на этот параметр name здесь удаление одного хорошо красиво он тут порасписал а нет еще 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 ресурс я же хочу еще с базой данных поработать вот у меня product цепи настройка application properties root root админ админ пишет ну хорошо давайте запустим посмотрим я позакрываю это все дело вот так ну что будем тестировать будем тестировать ну во-первых возвращаюсь на шаг кодинг классах это я девятый пункт рассказал properties во-первых когда я сижу и думаю прежде чем сформировать какое-то приложение я просто набрасываю сущность они будут голыми продать я создаю пакеты классы но уже в голове я уже представляю что как это будет хотите хотите подверсионный контроль можете запустить добавить что-то еще что-то выстроить еще что-то но голые сущности программные я просто набрасываю классы свои потом properties coding в классах мысль моя гениальная приют и я что-то там пишу что пишу я уже расписал хорошо давайте запустим приложение по идее где-то в консоли мы должны это получить так хорошо интересно называется с утра работало с утра работало и момент истины делаем быстро ставки пока не закончила запуск завалится или не завалится это как где-то в Нидерландах аукцион цветов так он очень быстро проходит и так ну вот моя кастом и раз два три не завалится процесс работает ну что что я хочу сделать я хочу работать с базой данных и хочу работать с запросом получил консоли у меня здесь есть то что я говорил вот у меня available база данных products дебил я закрою сейчас пока даром не нужно и зайду сейчас в конце закроем не в консоли так вот тут я тестил для вас некоторые вещи смотрите куча всего ну что не надо мне это не надо еще это смените пароль окей потом я сменю не надо ничего так ну и я хочу мне то есть определенные запросы информация справочная что у меня вот у меня продакт есть идишник на им сток вот все таблица сформировалась дальше двигаемся я пропишу просто простой искюль запрос не знаю вы может столкнетесь с такими вещами когда будет очень много всевозможных подсказок всего прочего я вас очень прошу с сквером подружить они несложны вот да есть люди которые специализируются на этом там многоэтажные запросы но с реликционными базами чтобы понимать что как и потом вообще выстраивать ваши те же какие-то модели надо понимать так пустая база но меня то интересует я то хочу посмотреть у меня не база запускаю пост первая ситуация запрос на получение чате у нас поиски есть хороший тренажер да у них много чего есть веб-интерфейсов единственное не знаю зайдете вы сейчас на на занятиях то прошел по крайней мере прошу там есть определенные когда с скеллайт работали деби браузер скеллайт такая легкая программа там тоже можно скеллить запросы если скеллить можете установить php сегодня есть этот веб-интерфейс завтра ну да ладно хорошо у меня уже есть картонная коробка таблиц и мышка моя база опустыли сейчас посмотрю мы кто-то там что-то делает итак у меня есть api products который прописан контроллеры здесь протокол транспортный и мой локальный хост и я это выстраиваю все и начинаю при помощи get сейчас ребята я отвечу get захожу в пост ну что допускаем бунс ну у меня ничего не получилось получить поменяйтесь ребята посмотрите там чего так веб-интерфейс полно можно просто напросто зайти в браузер и поиграться найти единственное что чтобы не были следите чтобы не были битыми ссылки хорошо что тут сделал нужно вопрос как называется это приложение постман да сейчас я покажу ссылку спасибо сейчас 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 вот это если вы разработкой раст занимаетесь дуже мощная штука а как по-моему как встроенная браузер хром у них было и отдельно есть вы можете туда зайти а или попросят логин пароль ну как бы подписаться вот почему потому что видимо ребята разрабатывают какой-то инструмент хотят тоже чтобы вы покупали и коммерческую часть но она может быть и не коммерческая часть и кто-то по-моему ну я у меня так получилось что я просто дал свои данные они мне присылают обновления конференции какие-то то есть чем это хорошо когда вы просите чтобы подписаться вы следите за тем развивается вообще ваш этот ресурс или нет ну уж такие дела и там можно и коллекции этих запросов создавать и прочее так ладно что я получил ничего нет смотрите у меня пошла ссылка внутри ссылки то есть я могу там крутиться вообще по по кругу меня пустом ничего нет хорошо давайте посмотрим дальше шаг 2 на создание данных здесь получается а теперь поскольку у меня нету какой-то мордочки я не знаю с чего я снимаю данных если говорить просто арест я просто-напросто у меня есть пост обратите внимание одинаковые запросы но разница в глаголе что здесь что здесь получается я тоже самое пишу тот же запрос пост ставлю тот же запрос но я должен отдать какие-то данные не зря вы пишете я запас посты смотрю какие посты да вот отсюда вот от этого английский язык вы формируете пост при помощи глагола hello json хорошо я хочу например name banana stock нужно ли мне я первоначально формирую забиваю свой склад нужно ли мне писать эту самую айдишник не он будет автоинкрементироваться автоинкрементироваться хорошо name у меня stock есть соответствие названия переменным отправляем ура я получил ресурс получил ресурс у меня здесь еще есть переход на другой ресурс то есть у меня срабатывает какой-то я могу попереходить сюда сюда переходить так а давайте-ка проверим что у меня творится в базе данных я повторно запрос делаю да вот у меня банан мои таблички есть давайте погуляем products что тут и выстраивается выстраивается вот я встроенный product list список продуктов и у меня пока смотрите что получилось у меня квадратные скобки это массив фигурные скобки это объект вот и у меня ссылка на один объект с единицей но пока у меня массив таблицы один содержит одну запись но список продуктов product list у меня здесь ссылочка находится а ну-ка сюда и тут я начинаю бродить от ресурса хорошо так я удалю чтобы оно вам нервы не действовали то есть я начинаю бродить ну теперь что мне надо да так я заполню это все заполню все мага придумаю отправляю запрос дальше что мне еще я не много я 25 штук не буду делать 5 штук достаточно для демонстрации а как это все в реальной жизни а в реальной жизни допустим вы будете делать админ панель а что такое админ панель допустим администратор сайта вашего который там ну магазин а что будет у него на я не исключаю html какой-то шаблонизатор будет стоять или в gs или там просто jquery ну там может еще angular ну я дальше дальше не копаю по сути дела формировать вот это будет я думаю при помощи джаваскрипта у jquery там есть ajax запрос асинхронный джаваскрипт и xml хотя работает с json а что на бэкэнде а вот на бэкэнде как раз джава которая принимает распасывает и так и вставляет куда-то а куда-то а вот вставляется в базу данных ага тут мы не только раст мы еще с базой данных не едем но мы притворяемся как будто мы уже распасили вот это все пришло к нам мы получили потому что да я не знаю я не знаю какой фронт будет серж говорите или я хотел спросить а там джейсон как распарсивается там есть какая-то библиотека смотрите джексон или смотрите там есть ну по крайней мере у нас библиотеки там я просто не увидел что там просто не здесь сейчас подождите я тут просто-напросто отправляю я уже отправляю оттуда джейсон при помощи оттуда джейсон я это все немножко обошел у меня контроллер здесь у нас entity продукт есть правильно то есть мы джейсон переделываем в объект класса да 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 и смотрите при помощи возможно транзитивных какие-то зависимости мы просто-напросто отдаем и сейчас давайте посмотрим сей request body что у нас здесь позволяет я что-то отдаю пост мэппинг а что я отдал и вот я отдал объект вот чем я и создаю что я отдаю save product отдал сервис и дальше сервис у меня дальше я передал в репозитории и сохранение под капотом как раз и могут быть те библиотеки которые позволяют мне это все сделать так двигаемся дальше киви киви пришло он бросаю и так сижу и думаю да вот есть а теперь у меня продакт только под пятым номер apple а сколько всего продактов я начинаю переходить срабатывает у меня здесь при помощи этого вот перечень моих продуктов я могу сейчас гулять просто-напросто запросы разного вот то что меня возвращает перечень продуктов определен давайте посмотрим что у меня там в базе данных творится ну вот это есть хорошо а что дальше мы можем посмотреть ну на получение данных по ID я могу это как через get посмотреть не как через а только через get в данном случае или же смотрите что здесь есть встроенные ссылки ага вот это вот Apple меня может я могу посмотреть отдельно взятый какой-то ресурс то ли я здесь сделаю протест сейчас я хочу получить под ID потому что прописал что ID то ли я просто-напросто ну вот пятый возьму опять запрос получил или все то есть я начинаю смотрите гулять по своему по своему контенту ресурс так хорошо обновление данных по ID PUT PUT мы видели с вами пэдж PUT ну PUT по сути дела заменит все ресурсы если вы что-то не укажете он просто налом что-то поставит желательно его полностью перезапишет просто это не частичное а полное обновление так сейчас просто удалю это мои путешествия по PUT да кстати можете поиграться если не тот постмане поставить не тот глагол выбьет ошибку не тот неправильный не соответствует глагол и так даже если сейчас отправлю это у тебя вообще тел вот чем интересно это все так далее что мы да вот я хочу поменять киви у нас было там какой-то другой сейчас ребята сюда киви у меня 32 там чего-то не знаю килограмм тонн без разницы что вот и я сейчас попытаюсь отправить и получить другое состояние да вот я получил другое состояние 49 чего-то и подтвердим свои слова чем да вот у меня 49 есть хорошо давайте дальше посмотрим на частичное обновление данных я дозакупаю тут я уже работаю с квотом пэтч мне нужен я хочу продукта во втором продукте подойдешь ником дозакупить количество 15 то есть добавить что-то как это все будет работать у меня пэтч запрос есть и опять же я добавляю не заменяю а добавляю так еще раз второй под вторым идишником у меня манга стоит 75 и 5 еще раз чистота эксперимента ничего у меня делаю сейчас отправляю запрос 95 проверяю базу данных 95 я увеличил то есть добавил манга нитрова у меня количество поменялось хорошо ну как что-то прибывает так пардон не туда зашел так и убывает хочу убрать а теперь я хочу например манга продать 35 купи печь есть я могу здесь и заменить честно говоря и дабы быть последовательным 35 запрос был на отгрузку манга 35 килограмм не важно итак 95 95 ну что ж запускаем 55 по идее вот такая вот ситуация запрос даем 55 и 5 ну такая вещь я заменил то есть я добавил частичное изменение ресурсов дальше далее могу погулять посмотреть а ну-ка давайте посмотрим все ресурсы глянем банана у нас осталось единственное что надо смотреть когда будете формировать джейсон есть масса ресурсов которые позволяют вам красиво набросать посмотреть с точки зрения правильности оформления потому что каждая скобочка каждая запятая тут важна двоеточие по сути дела это наши ключи ключи ключ значения ключ значения вот и что у меня тут есть я начинаю смотреть все свои ресурсы при помощи чесонов дайку в конечном итоге вот у меня полностью коллекция а вот отдельно взятые у меня элементы хорошо далее ну и завершим наши эксперименты я по идишнику попытаюсь что-то удалить потому что если не по идишнику просто-напросто по сути дела я сижу и думаю что это за запрос значит это будет длит какой-то таблица где идишник в клаузула будет в я сразу ассоциирую вот эти запросы с круп запросами если вы идишник даете да один что-то если хотите еще раз повторяюсь по имени то вы если попадется еще одно такое именно вы вырежете в базе все соответствующие все соответствия хорошо давайте delete ничем мне сюда отдавать не надо я уже сюда отдаю запрос ничего не возвращаю но 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 я хочу посмотреть итак первоначальный наш запрос get дай мне все запустим посмотрим итак под номером один есть под номером два есть под номером три есть под номером четыре нет так соответственно я могу погулять по своему ресурсу есть внутренний встроенный гипертекст ссылки так это то что мы с вами рассмотрели дальше вариации примеры вариации по поводу изменения данного проекта так какие-то вопросы есть или двигаемся дальше ребят у меня вопросы если можно спросить с контроллер интересует там я смотрю http entity а что именно просто мы когда изучали сколько я смотрел номер мы не использовали http entity но смотровый модель используйте коллекцион модуль строка строка 57 вот да вот http entity а что это именно делать можно мы сейчас посмотрим все а мы сейчас просто зайдем и посмотрим документацию дабы нибудь голословным дабы не думаешь не быть голословным я всегда пытаюсь подтвердить свои слова какую-то документацию не хватило на заслаждаться что мне бы хватило бы ваших слов представляет ищет и запрос или ответ так давайте двигаться дальше еще вопросы какие-то есть можно поподробнее про вот эти линки которые нам возвращают метод исполняется возвращают само тело сам продукт и вот эти линки то есть на всю коллекцию на сам продукт поподробнее как это реализовано именно в коде смотрите в коде по сути дела мы выстраиваем с вами как цепочку запроса вот и получается следующая ситуация если я просто напросто беру линк мне необходимо просто напросто использовать как раз смотрите подтягивать транзитивную зависимость у меня есть билдер вебем веселим билдер я выстраиваю при помощи этого билдера как раз цепочку запросов то есть я что-то продукт куда-то там добавляю беру продукт что здесь получилось здесь цикл цикл начался запуск ну поскольку у меня только лишь один какой-то линк пошел там на один ресурс или на коллекцию здесь просто я выстраиваю я даже не заморачиваюсь я смотрю при помощи билда линк куда то метод контроллеры потом получаю get product by id что я тут хочу я хочу получить по айдишнику потом у меня здесь я выстраиваю какие-то сущности я хочу получить продукт по айдишнику линк у меня вот он выстроился и product get id что-то я даю то есть ну может быть сложно объясняю то есть это все в этом хейт оаз находится в пакете получается смотрите что получается линк вот я сижу посмотрите пожалуйста что спринт спринт фреймбер у меня позволяет какой пакет мне позволяет это выстроить есть определенный билдер и у меня получается да я даже могу можно дальше покопать но стоит ли да мы можем сесть посмотреть что там выстраивается чем интересен фреймберк и у него есть определенная зависимость транзитивная он подтягивает другие какие-то зависимости что там дальше под капотом ну это сидеть надо будет рассматриваться теперь при помощи билдера я по сути дела ребят если кто-то например вот что-то наподобие знаете что мне напоминает с хэмкристом когда там юнит тестирования кто-то сталкивался вот такая вещь когда вы по цепочке читаете и выстраиваете что же происходит вот и тут я смотрю добавить линк туда потом а что это у меня я обращаюсь к чему подождите к чему я вообще обращаюсь у меня есть контроллер с with self-rel подождите а что это у меня за self-rel а вот у меня rel сижу я читаю ту же документацию все эти методы да они самообъясняемые то есть при помощи билдера я вот таким образом выстроил что-то link сел а rel а вот это вот rel акка знаемая как relative вот она сика пошла на что на самого себя по сути дела вот то что я могу быстро так сказать да спасибо понятно да может может не совсем хорошо и правильно но так ребята скажите пожалуйста можно я хотел спросить а можно будет возможность этот джарник потом после а я не знаю если в принципе поскольку это в рамках спасибо да в рамках школы гилель вот в принципе ну не сколько джарник может быть я просто-напросто проекты эти все я не знаю давайте спросим у организаторов как это все будет я просто-напросто вот эти все пакеты которые проекты которые есть я дам где скачайте давайте это организатором спросим в чем дело я спрошу если будет возможность то ли отдадим кто-то будет распоряжаться вы просто заберете проект может быть на гид можно может 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 и так где-то давайте я подумаю давайте я подумаю как или на этот самый или на гугл драйв куда-то без разницы или на гид давайте посмотрим как будет удобно потому что если в принципе проще когда у кого из ребят я ввел я просто там в ленту кинул например но у кого у кого я не знаю давайте подумаем или гид или просто на гугл драйв тогда уже посмотрим давайте я выясню все я просто не знаю как это еще сделать вот я просто сброшу проекты даже будет интересно какой-то фидбэк и когда вы сможете что-то добавить свое и сказать вот это лучше а вот тут лучше бы не делать а вот это устарело это вообще супер будет вот в чем дело а вот это проще но я думаю каждый из вас что тут переработано вот есть одна пакость здесь ну пакость заключается в том что есть повторяющийся код есть повторяющийся код и в свое время когда я копал вот эту тему вот я сейчас ребят я закрою я прошу прощения плохо слышу через сервис поставить и все через через сервис чего что ну вы же сказали есть повторяющийся код просто все модель все через которое у вас в рейс-контроле через сервис и просто здесь автоматом вызывать и все может быть я не могу быстро как бы представление имею то что вы говорите ну я сброшу проект вы можете сделать я нашел другое решение сейчас я попытаюсь открыть вам сейчас ребят гениальнейшие мои названия тут ну это не самое гениальное что я хотел вам показать сервис значит и есть определенные решения сейчас я покажу тот же контроллер тот же контроллер ну немножко было решение найдено другое как на ресурсах так и переделанное и тут он как-то попроще этот этот контроллер но тут смотрите ситуация какая сэмблер сижу и думаю а что это такое у нас и вот насколько я помню сейчас мы посмотрим присутствует сэмблер и вот spring и предоставляет своего рода класс сэмблер вот таким вот образом и вот вот эти все линки и прочие апдейты вот они перемещены то что тут разработчик она приду ал имплементит хорошо а что с сервисом с репозитория с репозиторием все так же все тоже ничего сверх естественно тут нет далее сервисом тоже тут да начинаю обращаться к сэл как-то но почище вроде бы стало единственное что транзакшен у нас необходимо будет для вот этих запросов которые buy sell но вот ассемблер позволяет некоторую повторяемость убрать но сейчас мы попытаемся так ребята я сейчас так я убиваю процесс это это у меня просто раз закрою все это быстренько чтобы вам не тратить ваше время и и и и убивает я не буду запускать не буду запускать базу данных смысл тот же но что я бы хотел показать тут немножко другое представление заметил сейчас мы попытаемся это сделать моя шпаргалка рид примернее тоже все так же единственно что добавила сэмблер и и и и и и сюда запустим это так там историю надо можно чистить вы кстати можете сохранять историю ребята смотрите тут куча история всего вот я могу вычистить ее могу сохранить или там коллекции еще что-то делать юшка сейчас запустим посмотрим что ж тут интересного такого поменялось так красивые листики нарисован так не развалился ладно двигаемся дальше что нам тут надо и сейчас мы попытаемся риме запустим для чистоты эксперимента для чистоты эксперимента он не туда я зашел не туда все тоже все так же ничего себе естественно сейчас мы по нас создаем некоторые некоторые ресурсы запустим все тяпки вот вот м так мы делаем запуск и тут смотрите какая ситуация вот этот эссемблер получилась смотрите при помощи сборщика вот такая вот ситуация мало того что я каждый айдишник могу посмотреть где он находится как отдельно взятая запись какую коллекцию он находится еще и в байнс и сенс такое решение еще найдено по сути делать то что я буду делать сборщик эссемблер собрал не ну и соответственно соответственно ничего не поменяется в этом какая разница лимана сейчас я создам чтобы было как бы не один ресурс ему мы запустим то есть сейчас создал я верну у меня получилось создал это ну и чтобы не отбирать ваше время и третье дело и все так начну гулять третий продакт посмотреть байнс ребята шеет дело я по сути дела сейчас начну бродить при помощи вот этих всех линков промирать по сути дела разные запросы я могу добавить вот эссемблер позволяет это что-то вот сформировать вот таким образом ну вот пожалуйста да кстати чтобы она красивее был выстраивал есть какие-то коллекции вот коллекция ну и и при помощи эссемблера собрал и по сути дела те же запросы также выстраивается база данных наполняется таблица и выстраивается запрос но еще я хотел кое-что вам показать в печки когда-то когда-то я встретил такую на это не смотрите концепцию я-то все рассказываю на занятиях критиками виси критиками виси или же говорят им вести 2 не сиделся когда были десктопные программы это хорош с точки зрения с точки зрения запросов сеть есть такая тенденция action domain responder а что собой представляет эта концепция когда контроллер чем с вашей точки зрения да и с моей чем вот этот контроллер еще с контроллер чем его по косяка есть мне много метод хорошо сижу думать нельзя ли их разбросать праздном по разным контроллер то есть один контроллер содержает концепция контроллер содержащий один метод я задаю за мне зачем мне загружать весь кода зачем мне нужен контроль разбухший тут только у нас получается прочитать все прочитать по эдичнику обновите еще что-то и у него начинает разбухать и я попытался данные примеры переработать немножко это кстати на примеры некоторые дают работы с локальной базой данных концепция та же самая концепция разброски отдельно взятого запроса по отдельно взятой сущенки вот как-то так ничего не единственно что тут я ассемблер но места но я думаю для вас вообще не составит труда исправить ну то есть на основании второго проекта и разделение сервиса зачем мне надо загружать тот код который при чтении тот код который удаляет да можно посмотреть что он все таки есть какие-то зависимости особенно когда мне надо будет выстраивать при помощи хейт вас выстраивать это ебается все прочее но сейчас смотрим вот сюда все больше ничего не только создают да я не я не убрал ну я думал это более чем достаточно будет а что с сервисом все больше ничего не надо да репозиторий кстати критику читал чем плохо в данном случае вот эти все репозитории там куча куча под капотом этих самых методов методов к вам вопрос давайте посмотрим что у нас собой представляет репозиторию сущность интерфейс интерфейс то есть по эдишнику что-то вытягивается мне никому просто как разбить еще репозиторий бы чтобы мне не накаплят под капотом у меня когда экстендится вот этот продать репозиторий он экстендит вот этот репозиторий под капотом он тянет другие методы как мне сделать еще раз колоть этот репозиторий в печки проектах иногда репозиторий используется как класс вот но здесь интерфейс какие предложения есть по этому поводу как вы считаете без использования репозиторий вообще интерфейс не 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 подождите а как я буду я насколько понимаю смотрите мне вот это сущность позволяет вообще работать теперь он не нужен репозиторий я должен что-то записать что у него позволяет делать можете код использовать что что сделать он использовать а вы хотите сказать сейчас я понял о чем вы говорите там есть там сейчас там есть определенная градация там пейджин крут репозиторий но это но в крут репозиторий так там тоже сейчас подождите вот он вот он вот он с левой стороны а вот он сейчас репозиторий да то я уже знаете как 1 ресторан до конца но это интерфейс но в нем там куча методов тоже не хочу я не хочу я все методы тянут мы можем абстрактный класс создать интерфейс совершенно верно у меня та же мысль сделаем совершенно абстрактный мы прослойку поставим это мне вот на курсе проходили паттерны это вот первое что вот мы проходили только что это комнат инкварию спенсибилити с агрегейшена и вот сейчас да у типа да вот это то что мы хотим взять да условия та репозиторий по сути дела насколько я понял все это она и есть но мне понимаете в чем в чем фишка я сижу и думаю зачем мне это интерфейс я не могу отказаться это кстати была на одном из ресурсов была критика я не могу отказаться от загрузки всех методов я хочу раз я разбил вот это на одни методы так зачем мне тянуть все и креет неважно это крут это но тут же интерфейс находится а что находится у меня находится методы они все не нужны они мне не нужны да вот я до конца это еще не испытывал но можно попробовать убрать какой-то может я ошибаюсь поэкспериментируйте а если что-то уберу да все методы так он не ломается же сервис тогда мне вопрос а загружаются они обращаются загружаются как-то под капотом это работает в чем в чем контраст фреймворка он за вас работает вариант аннотации компонент управление инверши of control вспомните соли то есть фреймворк работает забирает власть над вашим проектом как кофемашина это фреймворк кофеварка это библиотека фреймворк по максимуму насколько я понимаю как я это все понимал фреймворк убирает вообще человеческое участие по максимуму да это есть плюс но если минус я сижу думаю я кстати нашел не помню уже на каком ресурсе критику это все классно что те репозитории но они под капотом держат эти самые запрос можете ошибаюсь но с точки зрения туда определенный хак определенная может быть кастомизация но пошла прослойкам возможно абстрактного класса очень да у меня не выбьет возможно сервис но вниз не использует все я не знаю а тут надо вообще подумать а есть какая-то кода генерация а есть а действительно ли он будет все это тянуть это надо вообще копаться тогда еще копаться еще освежать свои знания пополнять с точки зрения как работает то есть а какую-то прослойку да можно будет сделать и абстрактный класс импул именно бывает вот такого плана ну вот это в принципе чем я хотел с вами поделиться понаписывал все вот как ну я ребятам принципе на занятиях даю ripple что у меня тут riddle да вот у меня до единственно без ассемблера тут можно прикрутить войну по сути дела проект rest 2 это как разброс разбрасывание кода из проекта рост просто вот и все в чем дело то есть по сути дела в house rest 1 можно сделать в house rest 4 но только разбросать вот эта концепция была action domain responder а домейн что подождите а что за домейн может ситуация потому что в php там индекс файл вот там тоже фреймворки и я начал что-то по сути дела когда начинаешь что-то изучая там фреймворки подходы иногда смотришь стоп а где-то это видел на другом другом языке что-то подобное так же как так же как смотрите я вам тут про ломбок рассказывал ребят а как вам рекорд классы появились джава и вот эти геттеры сеттеры под капотом это родное джавовска это не проект ломбок ху атаку я в котле не видел да это классы то есть вот это вот вот этот бойлер плейт геттеры сеттеры и все прочее ой 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 много всего более зачем мне это не буду я не хочу это мне бьет по глазам а если у меня там больше получается здесь не будет один ими там куча всего поэтому чему это все рассказывалось рассказывать чему потому что часто и густо какие-то технологии или концепции начинаешь перетаскивать другу другой например другой язык но что здесь хорошо если где-то сломалась кричит заказчик говорит заказчики администратор говорит у меня не полу не работает подождите что конкретно не работает у меня например болят уши какое ухо у вас болит левая где болит справа в общем и вы начали вы еще не не доходите до его кода и что он там не делает учетка уже диагностируете проблему я сужаю до сюда у меня не удаляется все понятно полезя я не хожу по всему контролю я тут рест контроллер вот это как считаете нужным так и так и называете единственное что видео пич пишный проект да кстати в джава вский где-то было вот обзываться если у тебя один метод вот так в продакт делить экши это тот же контроллер только с одним методом вот как то так вот как то так в общем на сегодня это все чем я хотел как говорится поделиться с вами давайте если есть вопросы ну немножко времени у нас что смогу то отвечу что не смогу то не отвечу если есть вопросы какие-то ребят я хоть 15 минут не в интернет куда-то разговаривал меня слышно было слышно вопросов нет спасибо большое спасибо вам если да 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 говорите да хотя если все таки есть там 5 10 минут могли бы по вес контроллеру пройтись еще раз посмотреть поэтому по этим потому что это самое главное здесь во всем сейчас главное тут тут не только рест контроля ну давайте я попытаюсь понять что что тут непонятно смотрите какая ситуация если мы берем фреймберг для того чтобы понимать как работает фреймберг у нас есть аннотации сейчас раз контроля сама аннотация там есть и контроля то есть мы смотрим просто-напросто и я сижу и думаю что умеет как у меня будет запрос контроллере или в экшене без разницы мне необходимо выстроить какую-то часть моего запроса соответственно у меня пошел аппликейшен 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 который выстраивает что-то в моем моем приложении не там пока мы входная . дальше пошел контроля контроля дальше пошел это запрос это только рекой сделаю сервис сервис дальше пошел у меня репозиторий контроллер контроля что содержит у меня если я понимаю то чем как бы ваш вопрос здесь используйте вообще есть такое все вы используете мерики потом вы поставили и response это здесь получается вы ломбок используете билд не мнение ломбока нету нету обилд тогда мне давайте давайте не менее ладно я да мне нету ломбок я явно я не вилд а билд тогда как он вас если билд сейчас мысли подождите подавите подавите сейчас здесь у меня просто-напросто смотрите какая ситуация у меня есть сейчас давайте посмотрим что я возвращаю в спонсорите я или получаю что-то по идишнику или же я у меня идет но кунт если если говорить что тут творится да я мог не дженерика просто что-то отдельное поставить они могли бы зайти контролбив сам метод билд сам методу контролл ладно пускается вот что у меня получается пилд понимаете как насколько я это все понимаю с точки зрения формирования фреймворка здесь по сути дела применен применен какой-то паттерн строитель он что-то выстраивает билдер вот чем дело насколько он даст нам что-то быстро посмотреть я не знаю единственное что билд not found или там not content я дать мы дальше было смотрите мы дальше будем проваливаться билд часто и густо я видел когда сейчас ребят когда я какую-то сущность давайте ноу контент смотрите статичный статьи статичный куб пардон метод через название класса через точечную нотацию и при помощи у меня выстраивается какой-то ответ вот так я это понимаю если у меня например но код вот или же меня возвращается нужно не дженерик можно не дженерик можно поставить а что поставить я понял что просто надо код взять его рассматривать каждую изучать да да я с вами тоже согласен лучше лучше давайте таким образом не уточню еще у организаторов я просто напросто сброшу сброшу вот эти все свои проекты и вы покопаетесь интересно было кредит потому что я смотрел выискивал выстраивал переделывал но больше всего больше всего мне интересна была концепцию вот именно разбросать все по отдельным сущностям потому что да не боимся как я всегда говорю не бойтесь написать кучу класса вы будете написать кучу в классах а представьте ребята если у нас warehouse не только продукты а еще им плови и все прочее то есть доменная область по сути дела у меня будут контроллеры здесь а вот эта вещь будет это все доменную область то есть я обрабатываю все эти вещи будут обрабатываться бывает она выстраивается там контроллер или же что у меня идет по сути дела все вот это все все я под что тут понаписал меня пляшет вокруг одной но я правильно понимаю там где маппинга нет там это не будет доменная область или нет или все равно это все домены не 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 дело в том что предметная область по сути дела у меня один проекцию одна одна доменная область я обрабатываю только лишь одну сущность продаж нет дело в том что смотрите какая ситуация как по по этому самому по структуре контроллеры да мы можем вместе контроллеры совершенно верно но тогда представьте мне будет продак контроллер employee контроллер там client контроллер нет проблем можно это сделать вот то в чем-то я с вами в большей степени да согласен вот структурировать да мы можем написать структурировать таким образом мы можем сделать контроллер контроллер или же там actions а дальше думаем сделать домен домен и в домене будет дэйта где мы можем свои модели видео размещать сервис и сервис сервис так что еще дэйта все а и репозиторий да да это это транспорт но это больше для этого самого для внешнего и репозиторий вот это все будет по сути дела power как по иерархии вот так я видел контроллера контроллеры они дергают их задача выдернуть обратиться к определенным а дальше просто-напросто дамы а что за домен мы можем вообще тут сделать красивейшую красивее ну и к примеру это может быть продакт дальше вы можете уже свободно догадаться пошел я по имплу и да вы поняли да вот в чем дело потому что представляете как будет разбухать мой проект да у меня будет куча классов но буду знать где пофиксить у меня читабельность как-то мне будет лучше так ребят если вопросов нету я уточню как я могу вам передать что смог то ответил что не смог тоже мысли какие-то натолкнулись единственное да фреймворк берет над нами власть мы что-то делаем выискиваем почему как зачем пытаемся какие-то подходы классические базовые изменить что-то переформатировать смотрим на другие технологии другие подходы и как бы проекцируем ну на язык тут же а то что я говорю концепцию action-domain responder вот я попытался здесь как бы изложить благодарю за внимание так спасибо вам спасибо большое время спасибо вам всем хорошего до свидания спасибо